Порой, чтобы спасти кого-то, нужно просто его обнять. Никто не ценит того, чего слишком много. Обида – последствия гордыни и неумения общаться. Родной человек важнее принципов и обид. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Говори правду, и тогда не придется ничего запоминать. Все самое лучшее случается неожиданно. Обида – показатель вашей незрелости. Слушай свое сердце, а не мнение других. Все просто. Думай хорошо – будет хорошо. Лучше износиться, чем заржаветь. Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Иногда в молчании больше чувств, чем в словах. Одна капля лжи портит океан доверия. Можно и подождать, если есть чего ждать. Каждый будет испытан тем, что он порицает в других. Увидел чужой грех – исправь свой. Нельзя объяснить вкус соли тому, кто пробовал лишь сахар. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Ни один победитель не верит в случайность. Из того, что вы обижены, еще не следует, что вы правы. Если любовь закончилась, она и не начиналась. Хочешь быть счастливым человеком – не ройся в своей памяти. От гнилых людей мне нужно лишь одно – расстояние. Если ошибку можно исправить, значит, ты еще не ошибся. Действуй, иначе сегодня опять ничего не изменится. Не судите чужое прошлое. Вы не знаете своего будущего. Можно найти тысячу вариантов «как», если знаешь «зачем». В жизни всегда есть люди, через которых Бог тебя любит. Капля добра лучше целой бочки философии. Я знаю, что я ничего не знаю. А многие и этого не знают. Большинство людей советуют тебе то, что устраивает их самих. Действия людей – лучшие переводчики их мыслей. Кто знает себя, тому не страшно то, что о нем говорят. Любая проблема в жизни – это проверка ваших возможностей. Проблема с честными людьми в том, что они ждут честности от всех остальных. Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут. Притворство доброты отталкивает больше, чем откровенная злоба. Выживший чувствует жизнь иначе, чем просто живущий. У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю все, что у меня есть. Злой человек похож на уголь. Если не смог обжечь, то пытается очернить. Выслушай всех. Прислушивайся к немногим. Решай сам. Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений. Чтобы вас прощали, нужно вовремя просить прощения, а не один раз в год. Нельзя начать жизнь сначала, но ее всегда можно продолжить по-другому. Простить обман несложно. Сложно сохранить былое доверие. Не держите обид. Ваши обиды, кроме вас, никому не мешают. Идущий дорогу одолевает. Сидящего думы одолевают. Всегда найдется тот, кто полюбит именно тебя, даже если ты ежик колючий. Все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно, только суета. Счастье — это всего лишь хорошее здоровье и плохая память. Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков. Всегда говорите о других так, как если бы они находились рядом. Некоторые шансы лучше упускать, чтобы не лишиться всех остальных. Утром думай, днем действуй, вечером читай, ночью спи. Сердиться — это значит мстить самому себе за ошибки других. Подумай, сколько всего ты мог бы сделать, если бы не чужое мнение. Человека убивают не обстоятельства, его убивают мысли. Лучше удивить всех своими результатами, чем постоянно рассказывать о своих планах. Наш характер — это то, что мы делаем, когда думаем, что никто не смотрит. Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность. Родиться человеком — это чудо. Остаться человеком — это труд. Следите за вашей речью. Она — показатель того, что вас наполняет. Иногда вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни. Проблемы должны заставлять тебя действовать, а не вгонять в депрессию. Когда вам кажется, что простить нельзя, вспомните, сколько прощено вам. Кто не прощает другу недостатка, тот одинок и жить ему не сладко. Если бы вы поняли, как сильны ваши мысли, вы бы никогда не думали негативно. Поздно запирать конюшню на замок после того, как лошадь уже украли. Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой. Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. Обиды, как камни. Не копи их в себе, иначе упадешь под их тяжестью. Хочешь избежать критики? Ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Самая великая победа — победа над своим негативным мышлением. Мнение — самый дешевый в мире товар. Спросите любого, и он подарит вам целый букет. Затаить обиду — это позволить кому-то жить в вашей голове без арендной платы. Лучше иметь одну блестящую грань, чем быть всесторонне тусклым. Не делайте ничего на эмоциях. Эмоции пройдут, а последствия останутся. Жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь ради кого-то, кроме себя. Время летит — это плохая новость. Хорошая новость. Вы — пилот своего времени. Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза. Иногда выбор делаешь ты, а иногда выбор делает тебя. Только неблагородный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить. Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения. Лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любят за то, чего в тебе нет. Человек даже с миллионом недостатков будет идеальным, если ты его любишь. Воистину, тот славен и велик, кто в гневе удержал язык. Если мы обвиняем Бога за каждую слезу, почему мы не благодарим Его за каждую улыбку? Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя Большая сила в человеке, который сможет промолчать, даже если он прав. Невозможно, это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Если не можете сказать правду, промолчите. Но откажитесь от привычки лгать. Люди, они как книги. Буквы одни и те же, но содержание разное. Слабых людей нет. Мы все сильны от природы. Нас делают слабыми наши мысли. Некоторые люди не слышат, что ты говоришь. А некоторые слышат, о чем ты думаешь. Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать. Разрушает мозг и вредит сердцу. Умный человек может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать. В тот момент, когда у вас появилось сильное желание кого-то осудить, осудите это желание. Обижаться и негодовать – это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов. Люди, как музыкальные инструменты, их звучание зависит от того, кто к ним прикасается. Подозревать хуже, чем знать. У реальности есть границы. У воображения нет. Месяц – это, конечно, очень долго. Но через месяц звучит гораздо лучше, чем никогда. Спроси у человека, что такое счастье, и ты узнаешь, чего ему больше всего не хватает. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Не воспитывай детей. Не воспитывай детей. Все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя. В тот момент, когда вы рассмеялись над чужой мечтой, ваша мечта начала смеяться над вами. Не обижайте людей, которые вас любят. Ведь они беззащитны из-за любви к вам. Как только человек заболевает, ему надо поискать в своем сердце, кого надо простить. Нельзя повторить одну ошибку дважды. Во второй раз это уже не ошибка. Это выбор. Через год мы будем откровенно смеяться над проблемами, которые сегодня не дают нам заснуть. Помни всегда вот о чем. Что бы ты ни делал за спиной у людей, ты делаешь это на глазах у Бога. Учитесь спокойствию у часов. Они, даже если опаздывают, никуда не спешат. Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Гёте. Наша самая большая ошибка в том, что мы не слушаем, чтобы понять. Мы слушаем, чтобы ответить. Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет. Жизнь — это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать. Самый хороший учитель в жизни, опыт, берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Каждый соглашается, что прощение прекрасная вещь, пока ему самому не придется прощать. Сплетни — это когда немой говорит глухому, что слепой видел, как одноногий ходил по воде. Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка. Что будет, если сегодня ты проснешься и увидишь только лишь то, за что ты благодарил Бога вчера? Никогда ни о чем не сожалей. Иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему. Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно. Вот что такое идеальная женщина. Учитель, как мне научиться прощать? Что толку в излечении симптомов? Учись не обижаться. Научившись говорить «нет», вы потеряете популярность, но приобретете уважение. Крис Ходжес Грузинская пословица Если у вас есть больше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не забор выше. Бояться надо не тех, кто не согласен с вами, а тех, кто не согласен с вами и боится вам об этом сказать. Жизнь не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, это вера в то, что говорят о нас другие люди. Запомни две фразы, которые помогут тебе открыть многие двери в этой жизни. На себя и от себя. Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам. Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это хорошо в любом месте. Ждать мучительно, забывать больно. Но худшее из страданий – не знать, какое решение принять. Разумного человека невозможно обидеть. Обижаешься ровно настолько, насколько чувства превосходят разум. Сегодня я сделаю то, что не хотят делать другие, чтобы завтра я мог делать то, чего не могут позволить себе остальные. Если оставаться на месте и не двигаться вперед, все тускнеет и теряет смысл. Как в работе, как в отношениях, так и в жизни. Живи спокойно и не думай, что кто-то про тебя забыл. Друзья не забывают друга, а кто забыл, тот не был им. Считайте звезды на небе, людей за окном, сдачу в магазине, но никогда не считайте себя правильнее и умнее других. Ошибается каждый, признает ошибки мудрый, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящий. Свобода открывается человеку в тот момент, когда ему безразлично, какое впечатление он должен производить. Если ты помог человеку, когда ему было плохо, не переживай. Он обязательно вспомнит о тебе, когда ему опять будет плохо. Дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Чтобы обидеть любимого человека, смелость не нужна. Смелость нужна, чтобы потом попросить прощения. Мелкие умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи. Кто-нибудь поймет тебя однажды, а пока, увы, не суждено. Шепот сплетен слышит каждый. Крик души почти никто. Пчела, вонзив стальное жало, не знает, что она пропала. Так и глупцы, пуская яд, не понимают, что творят. В наше время люди могут придумать целую речь, чтобы оправдать себя. Зато не могут сказать простую фразу. Прости, я был неправ. Всему ища вину вовне, я злился так, что лес из кожи. А что вина всегда во мне, я догадался много позже. Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются. Жизнь – это лестница. Поднимаясь по ней, здоровайтесь. Чтобы, когда будете спускаться, вас узнали и подали вам руку. Есть три ловушки, которые отнимают счастье. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность. Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы все правильно закончить. Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта – получится или не получится. А если ты не попробуешь, то есть всего один вариант. Люди, которые говорят правду и показывают свои истинные чувства, вовсе не слабы, глупы или наивны. Они настолько сильны, что не нуждаются в маске. Всегда будет огромная разница между теми, кто спрашивает, почему ничего не получается, и теми, кто спрашивает, как сделать так, чтобы все получилось. Умей прощать. В первую очередь, это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Если ты можешь пройти мимо нужды человека, то Богу уже все равно, сколько часов ты молишься, постишься и как красноречиво проповедуешь. Как легко обидеть человека, взял и бросил фразу злее перца, а потом порой не хватит века, чтобы вернуть обиженное сердце. Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать. Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, вы, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Мудрейшая птица на свете — сова. Все слышит, но очень скупа на слова. Чем больше услышит, тем меньше болтает. Как этого многим из нас не хватает? Корабль не тонет, когда он в воде, он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас, важно то, что происходит внутри нас. Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не поменяешь что-то, что ты делаешь каждый день. Секрет твоего успеха в повседневной рутине. Джон Максвелл Не спеши судить о трех вещах. О Боге, пока не удостоверишься в вере своей. О чужих поступках, пока не вспомнишь о своих. И о завтрашнем дне, пока не увидишь рассвета. Если вы хотите увидеть храбрых, посмотрите на тех, кто может прощать. Если вы хотите увидеть героев, посмотрите на тех, кто может любить в ответ на ненависть. Если однажды вам придется выбирать между всем миром и любовью, помните, если выберете мир, то останетесь без любви. А если выберете любовь, то сможете завоевать весь мир. Гордый всегда обижен, смиренный никогда не сердится, потому что ничто его не оскорбляет. Гордый ищет особой любви к себе, смиренный любит сам, ничего не ожидая взамен. Вами управляет тот, кто вас злит. Чем меньше сказано, тем проще все исправить. Не делай того, что надо скрывать. Если не сейчас, то когда? Мы становимся крепче там, где ломаемся. Люди редко бывают такими, как ими кажутся. Люди злые в той мере, в которой несчастны. От счастья до депрессии одна мысль. Навсегда ничего не бывает. Иногда лучшее лекарство — это тишина. Человеки без лав — просто чеки. Нерешительность — вор возможностей. Оставь мутную воду в покое, и она станет чистой и прозрачной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова